Ребята, здравствуйте! Сегодня наш очередной видеообзор по книгам на военную тему. Я вас познакомлю с повестью Виктора Дубровина «Мальчишки в 41-м». Виктор Борисович Дубровин – блокадник. Он родился в 1928 году в Ленинграде. Ему было 13 лет, когда началась война. Книгу он написал в сущности о себе и своих друзьях. Мальчишке он вынес многое. Следствием его в голода в блокадные годы стало больное сердце, которое послужило причиной смерти писателя в 44-летнем возрасте. Книга начинается с мгновений простой веселой мальчишеской жизни – дача, отпуск, ловли раков на речушке. Дачники – это мама, Вовка, его сестра Галка и пес Пират. Отца вызвали на завод в Ленинград. А потом эвакуация. Мама и Вовка успели отправить на Урал только сестренку с Пиратом. Потом эвакуироваться уже стало невозможно, и вместе с отцом они остаются в блокадном городе. Повесть написана от первого лица. И пусть автор не рассказал ничего такого, что читатели не могут узнать из других книг и фильмов. Мальчишке в 41-м – все же откровение. Автор говорит о том, что когда-то видел и чувствовал. Поэтому все, что он описывает в повести, все страшные подробности, обоснованы и выстраданы. В книге много страшных моментов, которые описаны детским пониманием ситуации. И от этого они еще более страшные. Некоторые из них я вам зачитаю фрагменты. Я подошел к зеркалу и стал смотреть на старикана, который стоял в зеркальной раме. Лицо с морщиком. А волосы как из соломы. Я даже не сразу понял, что это мое отражение. Дети от голода настолько менялись, что, встречая на улице одноклассников, ребята не всегда узнавали друг друга. Они могли узнать друг друга только по голосу. С улицы слышно было, как где-то вдалеке шлепаются снаряды. Шлепаются и гремят. Хоть бы сразу. Прямо в дом. В комнату попало, думаю я. Тогда бы не надо было никакой еды. Я завидую тем, кто умер еще до войны. Кто давно лежит в могилах. У меня нет больше сил ждать и терпеть. Я уже ничего не жду. Очень страшно понимать то, что дети, у которых впереди еще должна быть вся жизнь, а они мечтают о смерти. Чтобы уйти от тех страданий, которые выпали на их маленькую жизнь. Ребята, я надеюсь, что вы прочитаете эту книгу. И когда мы с вами сможем встретиться в библиотеке, на наших посиделках, мы сможем ее с вами обсудить. Продолжение следует...